уважаемые студенты 4 курса это дополнение к видео лекции номер 11 по курсу современные сша сама видео лекция длится около 16 минут и вам предлагается вот такое небольшое дополнение в котором особое внимание будет уделено вопросам на закрепление и списку рекомендуемой литературы тема лекции структура американской системы образования от дошкольного до после вузовского и соответственно сейчас мы быстренько пройдемся по слайдам это план лекции цель лекции я комментирую видео лекции этот постер и дальше начинается информация в которой очень много статистики и терминологии ясли по-английски называется nursery school подготовительный класс лидерский сад называется kindergarten или kindergarten здесь может быть буква d если вы по какой-то причине не видели видеорекцию можете сделать скриншоты вот с этого и последующих слайдов что эта информация вам потребуется для второго рубежного контроля и для экзамена итак начальная школа или elementary school обращаю внимание американцы идут в школу возрасте 6 лет и среднее наполнение из классов начальной школе 20 учеников middle school или junior high school intermediate school это все средние классы обычно это 6 7 8 классы и наконец high school старше 4 года 9 10 11 и 12 годы обучения потому что в сша дети учатся в школах 12 лет вот очень важная статистика в сша около 120 тысяч школ которые делятся на общественные или паблик вот публичные да и частные вот в общественных школах учатся подавляющее большинство американских детей около 86 процентов и из 120 тысяч школ в сша 90 тысяч это паблик школ то есть общественные школы вторая главная категория частные школы по-английски private school их сша около 30 тысяч и в них учатся примерно 12 процентов всех школьников сша складываем 86 и 12 получается 98 а где еще два процента а это те кто учится дома дело в том что порядка двух процентов американских детей не учатся в школах всех не пускают родители это связано с разными проблемами я об этом говорю в виде лекции в общем то на порядка двух миллионов школьников или около двух процентов не учатся в школах прибывают на домашнем обучении теперь статистика по учителям да вот статистика на 2006 год три с половиной миллиона учителей в школе работают в сша из них три одна десятая миллиона работает в общественных школах и 400 тысяч работает в частных школах надо сказать что вот в среднем совершенно одно педагога приходится сейчас порядка 15 детей и средняя зарплата учителя составляет порядка сорока восьми тысяч долларов это выше средней по стране примерно на восемь десять процентов и наконец вот они вопросы для самоконтроля поскольку информации очень много она насыщенная поставил не пять а семь вопросов причем внутри некоторых из них есть еще дополнительные вопросы и так как называется сша дошкольные учреждения для детей младшего возраста или ясно в каком возрасте юно-американцы идут в школу сколько школ сша сколько средних публичных и сколько частных назовите три ступени школьного образования сша как называется ступень дошкольного образования в сша находящаяся между деслями и начальной школы сколько лет длится школьное образование сша сколько учеников и учителей в соединенных штатах зарплата учителя выше или ниже средний по стране вот подумайте над этими вопросами и немного о литературе по теме образование очень тесно связано с культурой поэтому вот замечательная книга кузнецова и утки на истории американской культуры вузовский учебник замечательная книга патриции грэм америка зашкольной партой последней школы ты отвечает меняющимся потребностям нации москва 2011 год издание эта книга есть наша университетской библиотеки поэтому можете прийти взять ее и внимательно изучить две книги где разговориться о проблемах сша в том числе образовательных смерть запада кандидатов президента бюкнина и билла прайсона сделано в америке а также один интернет-ресурс информационный центр серии образовательных ресурсов вот вам пожалуйста режим доступа на этом наша дополнительная лекция к 11 видео лекции завершена благодарю за внимание